Продолжаем наши уроки литературы. В прошлый раз мы говорили о слове полку Игореве. И снова у меня в руках экспонат из нашего школьного музея. Это мыльница для дорожного мыла начала 20 века. И на ней изображена красивая русская девушка. Мы сказали, что через наши уроки пройдет сквозная тема. Тема семьи дома. И главным человеком в доме я хочу назвать женщину. В прошлый раз мы говорили о Ярославне, жене князя Игоря. Ну и наш второй урок, третий тем более и последующий, тоже будут иметь своими главными героями женщину. Или женщина будет в центре событий этого литературного произведения. Мы идем по порядку. После древнерусской литературы у нас идет литература 18 века. Денис Иванович Фанвизин. Комедия «Недроссель». Ну, я считаю, что не все, к сожалению, любят читать это произведение. Полностью оно очень большое. А у нас в учебниках и в хрестоматиях даются только небольшие отрывки по выбору авторов учебник. И поэтому, я думаю, сегодня нужно вспомнить это произведение, эту комедию и повторить ее. Итак, Денис Иванович Фанвизин «Недроссель». Как мы знаем, Фанвизин относится к агорте просветителей, то есть людей, которые хотели как можно шире внедрять просвещение в Россию того племени. И опять темы сочинений, потому что и Оге, и Еге не обходятся без древнерусской литературы. Смотрите, как название комедии Фанвизина связано с ее проблематикой. Об этом мы тоже будем говорить. Как раскрывается тема злонравия и форм его проявления. Почему комедию называют комедией воспитание. И в чем состоит смысл названия комедии «Недроссель». Эти все темы взяты из банка тем и заданий ФИПИ. Основой для слайдов мы взяли рисунки, иллюстрации к этой комедии. Поэтому и здесь можно зримо видеть ее героев, ее персонажей. Проблематика. Идея. Показать нравственное разложение дворян-крепостников. Нравственное разложение. Потом обличение пороков. Это обязательно для литературы эпохи просвещения. Непринятие просвещения. Это их первый порок. Госпожа Простакова. Митрофан. Жестокость к окружающим. Возьмем для примера Иеремеевну или Портного Тришку. Или учителей Митрофана. Как к ним относятся хозяева. Проблемы – это отношение к крестьянам. Обязательно. Потом эта тема продлится и до «Горе от ума». Обличительные монологи Чацкого. И до Онегина. Раб судьбу благословил, когда Онегин заменил Барщину оброком. Неправильное воспитание. Тема воспитания начинается уже в этом произведении. Неправильное воспитание Митрофана. И потом будут ошибки в воспитании Онегина. У него рано не стало матери. Отец доверил воспитание юного Евгения. Мадам, мадам, месье. Деспотизм и произвол по отношению не только к крестьянам, но и по отношению к окружающим. К Софье, например. У Софьи никто не спрашивает, хочет ли она выйти замуж за Митрофана или хочет ли она выйти замуж за Скотинина. Вот это и есть произвол. Теперь смотрим структура и художественные особенности. Первый конфликт у нас любовный. Хотя тема любви звучит не так ярко, как в других произведениях русской литературы, но все же этот конфликт есть. Софье, Митрофан, Милон и Скотинин. И мы смотрим, вот кого выбрала Софья. Имена у них – это литература классицизма, поэтому имена у них говорящие. Об этом мы тоже будем говорить. Софья – это мудрость. И Милон, наверное, от слова «милый». Социально-бытовой конфликт второй. Вот английское обозначение «против». Простакова и Скотинины. В литературе эпохи просвещения герои делятся на резко положительных и резко отрицательных. Вот Простакова и Скотинины – это отрицательные герои, включая мужа госпожи Простаковой, который забит до такой степени, что говорит «какое у тебя мнение, матушка, таково и мое мнение. Я не смею иметь собственного мнения». Правда, я в Москве смотрела спектакль, где Простаков эти слова говорит с иронией. И вообще он иронически относится и к жене, и к Митрофану. Не так, как мы привыкли понимать его образ. И с другой стороны, резко положительные герои – это Правдин и Староду. Одни их фамилии говорят о том, что это люди старых, добрых времен и правильных мыслей. Именно Правдин читает указ о том, что имение Простаковой берется в опеку государства. Ну а теперь какие-то качества героев. Это невежество с одной стороны Простаковой и Митрофана, которые даже не могут выговорить слово «география». И повторяют иоргафии. Жестокость. Мы вспомним, как Простакова обращается с Тришкой и называет его не Тришкой, не Трифона, Скотт, против просвещенности и справедливости положительных героев. Хотя Софья и живет в их семье, но, скажем так, грязь к ней не пристает. Она так и остается чистой и порядочной девушкой. И теперь подытаживаем. Правила классицизма – это три единства. Они соблюдаются даже в горе от ума. Единство – место действия и героев. Положительно-отрицательные герои, говорящие имена и фамилии. Так, теперь персонажи. Как можно их разделить? Госпожа Простакова, Митрофан и Скотинин – это представители непросвещенного и злонравного дворянства. Простаков, Стародумий, Правдин – это резонеры, положительные персонажи, получающие отрицательных героев. Правдин, Иремеевна, Тришка – это крепостные. Кутейкин, Циферкин и Вральман – это учителя. Циферкин иногда пишется через «и» – «циферкин», а чаще через «циферкин». Кутейкин, Циферкин, Вральман – учителя. Обратите внимание на фамилию Вральман. Он оказался кучером на самом деле. Софья и Милон – участники любовного конфликта и, можно сказать, любовная пара. И выводы, с какими ключевыми словами мы должны делать. Актуальность проблем для того времени. Собирательный образ дворян. Но они делятся вот на два лагеря. Просвещенные и непросвещенные, можно сказать. И речь героев. Очень яркая, сочная речь героев. И я читала в журнале «Репетитор» такое мнение, что самыми яркими моментами этой комедии являются сцены с Митрофаном. И речь Митрофана такая сочная, яркая. И он – герой, хотя и отрицательный, но выписанный очень живо. Как живой человек. Репетитор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Репетитор субтитров А.Семкин